Возможно ли играть в Викинги Вар оф Клан без доната? Да ладно! Как минимизировать затраты, как минимизировать донат, как играть максимально эффективно, что на что обратить внимание, а что на обращать внимание абсолютно не стоит. Поговорим в этом видео, поехали! Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную умопомрачительную игру Викинги Вар оф Клан. Банда, мне очень часто приходят письма и просьбы пояснить, как играть без доната и как минимизировать донат. Это непростой вопрос, и это действительно сейчас актуально в наше непростое время. Что хотел бы порекомендовать вам поначалу? Прежде чем играть в Викинги, вы должны понять стратегию, планы и оценить свои возможности. И будете ли вы играть исключительно от защиты, получая от этого просто удовольствие от игрового процесса, либо вам необходим азарт сражений, битвы, нападения и беспредел? Где беспредел? Где беспредел? Это решаете вы, исходя из этого будет строиться и стратегия вашей игры. Если же вы вдруг приняли решение все-таки играть для себя в свое удовольствие, то я рекомендовал бы обратить особое внимание на выбор клана. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. От этого будет зависеть крайне многое. Чтобы вы понимали, прокачка цитадели, я расскажу это в следующих видео, на влияние на игровые процессы некоторых позиций. Прокачка цитадели, прокачка клана влияет на очень многое в этой игре. Клан, который будет играть и обеспечивать вас необходимым, если вы будете для него полезны, будет играть огромнейшее значение. Давайте посмотрим, что же я бы вам хотел посоветовать. Прежде всего, для начинающих или же малодонатных игроков, я рекомендовал бы перевести себя в режим работы игры от защиты, потому что игра от атаки будет требовать все-таки больших затрат, потому что в случае непробития города, ваши войска будут просто умирать. Помимо этого, вы пробить не сможете, потому что ваш аккаунт в принципе не готов для атакующих действий, не хватает ни гардов, ни прокачки, ни ресурсов. Поэтому игра от защиты это то, что нужно прежде всего. Обратите внимание, что необходимо будет, конечно же, при любом раскладе обеспечить себя сезонного магазина гардами, которые непосредственно необходимы для защиты, для защиты, урон войск при обороне, защита войск при обороне. То есть, вот эти защитные гарды вам придется рано или поздно приобрести, либо же как-то заработать в ивентах. Для этого, в принципе, сейчас большой проблемы нету. 4 миллиона монет, либо же заработать в любом ивенте может даже аккаунт, играющий от защиты. Как на примере своего аккаунта, на котором я уже успешно играю, 21,4 ярда осколков, вы должны примерно понимать, сколько он убил Т7, Т8 и Т4, потому что его, естественно, никто атаковать не будет Т1. Естественно! Поэтому при выборе клана вы учитываете момент и те вещи. Это прокачка клана. Если вы видите, что клан прокачанный и имеет бонусы защиты, имеют бонусы экономические, то есть определенные бонусы, которые вам понадобятся, вы тогда должны туда и попроситься. А давай бояться вместе! Это очень важно. Я понимаю, что сейчас многие будут говорить, что нас никто не берет. Я хочу вам сказать из опыта игры в различных кланах разных уровней. Я играл и играю сейчас в топ-клане Blood for Post. И поверьте мне, есть ивенты, в которых непосредственно закрывать фермерские точки просто нет возможности у игроков, которые уже присытились данной игрой в уровне фермы. И они поэтому ее просто не играют. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь. Доцент бы заставил. Ну вот эти точки охота на захватчиков, увеличение могущества и развитие цитадели, это как раз то, что в принципе необходимо каждому клану. Вот эти позиции выполнять. Есть кланы, которые набирают именно фермеров, которым непосредственно нужны. Сейчас в данный момент в игре находятся 953 госа. И я никогда в жизни не поверю, что из этих 953 госов не найдется клан, который с радостью примет вас в свои радужные объятия. Поэтому начните с того, что будете делать активную переписку. Постройте свою игру от защиты. Прежде всего подготовьте количество войск, необходимое для полноценного дефа. Прокачайте те знания, которые вам необходимы для эффективной защиты, чтобы вы не стали сильно твердым, либо же сильно мягким, потому что вы будете тогда сгорать. Прокачайте знанку. Я сниму, наверное, об этом на отдельное видео. Но когда вы сделаете все необходимые действия, вы станете сладкой ловушкой. Для того, чтобы играть полноценно от ловушки, вам не надо будет много, в принципе, войск. Вот этого количества войск, к примеру, загланды вам хватит, для того, чтобы отыграть Йоту, либо же Асгард. По крайней мере, какое-то время и заработать достаточное количество плюшек и наград, чтобы получить и чувствовать себя замечательно. Я сниму, опять же, видео, в котором я вам покажу, сколько золота и ресурсов в виде руинических монет можно здесь заработать. И прежде чем лететь в ГОС, вы должны связаться с Конунгом, либо с вождем клана, в который летите, и обсудить вопросы, и заверить, что вы будете играть в том формате, который вы можете, как ловушка. Хорошая ловушка, поверьте, в многих кланах это тоже большая редкость. Многие игроки даже в топ-кланах играют как ловушки и получают от этого большие-большие ресурсы. Чтобы вы понимали, здесь, например, возьмем любой ивент, в рейтинговый ивент вы будете получать огромнейшее количество плюшек. Для начинающего аккаунта, давайте мы посмотрим, например, вот здесь, для начинающего аккаунта, вот эти награды, вот эти награды в обычных клановых, они незначительны, но если это мы говорим о ярости или о рейтинге БК, либо же о рейтинге другого какого-то глобального ивента, награды в совокупности дают то количество голды и ускоров, необходимое для того, чтобы подготовить вот это количество войск. То есть клепайте войска по необходимости, делайте ловушку и оговаривайте перед тем, как лететь, условия вашего участия. Попросите ресурсы, спросите, в какие ивенты клан выигрывает, посмотрите статистику клана, посмотрите статистику ГОСа, в которой вы летите и обсудите с вождем клана, что вы готовы принимать в этом активное участие. И имейте на это достаточное количество времени. Если же вдруг совсем станет трудно, в чем я очень не уверен, я рекомендую все-таки завести вам твино-кланы. Твино-кланы, которые будут в случае победы приносить вам определенное количество ресурсов. Поставьте небольшие цитадельки, заведите несколько, два, три твино-клана и фармите на них ресурсы. Поэтому можете это смело делать и ресурсов, поверьте, на этих аккаунтах скапливается прилично. Если вы уже не сможете никак просто заработать эти ресурсы, то вы можете смело, присмело все-таки обратиться к банковским предложениям. Ребята, тот донат, который сейчас используется, я рекомендую вам всегда производить закупки с двухмесячной выдержкой. Если вы в течение двух месяцев не будете брать паки, то в принципе у вас будут наполнения паков более чем достойны. Обратите внимание, что за 5 долларов вы получаете 300 миллионов золота. Это очень много, ребят. Это для маленького аккаунта очень много. То количество ускоров за 5 долларов вы сможете обеспечить и ресурсов, которые здесь есть. Ускоры более чем достаточно, чтобы полноценно играть в течение длительного времени. По крайней мере войти в глобальный ивент Йота, в котором вы можете собрать огромное количество голды, вы сможете. И поэтому потратить 5 долларов, что соответствует в принципе 500 рублей, я думаю небольшая затрата. И раз в два месяца производить такие закупки, это будет правильный выбор. Не клепайте большие тиры войск, клепайте тиры маленькие. Если вы хотите, чтобы вас сильно не били, клепайте первые, вторые, третьи. Если хотите закрывать ивенты и ваш аккаунт соответствует требованиям, о чем будет видео, я рекомендовал бы клепать четверки. Но наклепать вот это количество войск, вот у меня сейчас по 9 ирдов каждого ресурса и 14, мне хватит более чем. Для того, чтобы подготовить аккаунт для полноценной игры. Если вы вообще уже не нашли себе никакой возможности ресурсов, ставьте небольшую цитадель. Ставьте ее максимально далеко от центра карты, для того, чтобы она стояла где-то там вдали на отшибе и меньше всего отсвечивала глаза. Если вы будете запускать вашу цитадель, чтобы меньше всего привлекать внимание. Некоторые пытаются открываться там чуть ли не в центре, это не совсем правильно, вам этот центр не нужен. Улетайте где-то на край карты, ставьте цитадель и потихоньку играйте в свою тихую, спокойную игру. Повторяю, если вы не найдете тот клан, который вас примет и обеспечит вас ресурсами для полноценной и комфортной игры. Минимальная закупка паков, выдержка, правильная покупка паков, необходимо дожидаться праздничных событий, в которые эти паки, хотя сейчас все паки неплохие. Закупиться, ждите того момента под праздники, закупиться неплохо. Вот это великолепные предложения. Используйте это и с минимальным донатом при паке необходимое количество войск и играйте. Я вам приведу пример кланов, например, вот, например, список кланов. Вот это неправильная игра, ну, для вида, я просто, чтобы вы понимали, неправильная игра на данном аккаунте. Играть, держать большую могучку в ГОСе и не соответствовать требованиям, это большая-большая ошибка. Этот клан не сможет, к сожалению, удержать. Пусть это ребята и хорош, они не смогут удержать достойную атаку, и поэтому, а так как у них прокачка слабая, они просто будут являться абузой. Вот этот клан, видите, у которого не возведена цитадель, он тоже является абузой ГОСа. Он стоит, два дня его не было, могучка ГОСа тащится, то есть это плохая игра. А вот, например, я вам хочу показать пример хорошей игры, вот, например, Таня ДТА у нас играет. Обратите внимание, очень активный игрок, маленькая прокачка, две достаточно стабильные победы, которые приносят ей на этой могучке ресурсы, которые накапливаются. Игра фактически идет без доната, союзный клан для дефа цитадели. И это хороший пример, это ее твин, и она фактически играет абсолютно одна. Всегда мы ее поддерживаем, помогаем и ресурсами, если это будет необходимо, и титулами. Поэтому эти игроки дают комфортную игру для ГОС и не являются для них паразитами. Поэтому, ребята, вот такая стратегия, придерживайтесь правильной стратегии, и тогда будет вам вселенское счастье. А еще подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами Сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!